Тут не стоит ждать сенсации. «Зенит» начал Кубок Пари Премьер с победой над Пари Нейн по пенальти, основное время завершилось в ничью 1 к 1. Команда «Симака» ожидаемо доминировала в матче, больше владела мячом, чаще атаковала, била по воротам, 12 к 1 в первом тайме, и подавала у главы, 11 к 2 за весь матч. Но всем этим атакам и подходам не хватало завершения. Причем чемпион России вышел практически в основном составе, в центре поля не хватало разве что Бориоса и Вендела. Малком отличился красивым дальним ударом, были моменты и у Сергеева. Пока что Иван становится без вариантов основным форвардом «Зенита», ведь Юрия Алберта, судя по последним новостям, вернется в Бразилию. Для Сочи это будет первый матч в межсезонье. Тут много что поменялось за месяц. Тренера Федотова, ушедшего в ЦСК, сменил Гаранин, работавший ранее с Енисеем. У красноярской команды был интересный, зрелищный футбол в Кубке России, был относительный результат, полуфинал Кубка, 5 место в ФНЛ. Теперь Гаранину предстоит сложная задача, как минимум повторить достижения Сочи и снова быть в медалях. Однако, если Касьера перейдет в «Зенит», клубу снова нужно будет найти результативного форварда. Интересно, и то, как Гаранин поменяет футбол Федотова, который приносил результат. Из трансферов на вход пока случился только один, Сочи взял защитника Балтики Мещанинова. «Зенит» удивительным образом не выиграл у парейнен в основное время, со второй попытки петерцы должны добиться результата. Понятно, что турнир предсезонный и все выходят под нагрузками, но команда «Симака» снова будет играть перед своими болельщиками, а Сочи без Касьера не так опасен. На победу «Зенита» в основное время с фуры минус один бэкали и гостовок дает коэффициент 1,84. Также интересно сыграть на исход первого тайма, чемпион России, скорее всего, снова выйдет в практически основном составе. В БК «Битсити» на победу «Зенита» в первом тайме можно поставить за 2,02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова